Так, приехали с Роджером к Летеринару. Всем привет! Нас Роджер заболел. Мы на фортечной 77. Раз пойдем узнаем, что там будет нам делать. Все понес моего маленького. Со двора. Ну что, мы опять заехали к маме. Маме заехали за абрикосами. Это я вам показываю. Смотрите, как все усыпано. И на дереве еще полно. Взяли такой тазик. Ну, сейчас Игорь бедро берет и будем собирать. Зашла вниз. Смотрите, верхушка. Полностью все зрелое. Низ все усыпано. Как жалко. Они такие ароматные. Сейчас буду собирать. Ну, что-то как у кролика нет нижних зубов. Есть он не может. Делаю корм ему мягкий. Через кофемолку взбила я его корм. Купила такой дорогой. С ароматами всякими добавками, чтобы ему было вкусно кушать. Вот этот, получается, 2 чайных ложечки. Заварила кипятком. Сейчас я еще немножко водичкой разбавлю. И вот такой кашкой, ложечкой его заворачиваю в пеленочку, как младенца. И ложечкой его кормлю. Вот. Потом умываю. Промываю ранку ему перекисью. И заливаю шприцом. Перекисью тоже шприцом промываю в середину. И заливаю в середину левомиколь. Речим кролика. Нашла лоджерка. Похудел, конечно, сильно, малыш. Да? Как твоя ранка. Ну, уже немножко спадает. Вот здесь у него ранка. Ну, хорошо. Сейчас мы тебя покормим. Я так радовалась, когда кролик покакал. Бедный он сутки не какал. Нечем было. Вчера увидели комочки. Я говорю, Роджика, никогда не думала, что надо радоваться, что ты покакал. Ну, такая милота. Спасаем, как можем, малыша. Да, мой хороший. Сейчас тебя покормлю. Вот так мы кролим. Кролим. Вот так мы кормим Роджерсона. Смотрите, ложечкой. И ему так вот. Опа. Вот. Он кушает. Пеленочку завернутой. Маленький наш. Ну, если зубки не отрастут, придется так кормить нашего старичка. Три-четыре раза в день. Травку Машенька собирает. Травка подвянет. Он там пытается что-то сжевать. Верхние зубки есть. Но так как с нижними они не стачиваются, приходится их плоскогубцами обрезать. Тоже жалко. Ну, что сделаешь. Они растут и в щеку ему впираются. Нижняя челюсть. Вот так. Да, Роджерсон? Вкусно тебе? Ой, вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно. Водичку еще глюкоску добавляю. Да, 40% у меня в ампулах есть. Водичку добавляю. Врач сказал, можно. Все. И ранку промоем. Уже вроде как спадает. Все будет с нами хорошо, скажи. Опа. Так, всем привет. Мы сегодня в город вышли с Машенькой. Ну что, здесь вроде все нормально. Мы в центре. Ну, я переживала, что здесь все разгромили. Но сказали, что лавки выносили и брусчатку эту всю побили. Нет, все нормально. Сейчас покажу. Все нормально. Мы возле KFC. Вот сейчас пойдем. Кастрюру мне надо купить. Зайдем в тысячу мелочей. Мы сегодня заехали в Брест. И говорю, надо сделать. Пройти обучение. К нам приходили вчера котел чистить. Раз в год приходит котел чистить. И за это мы платим. Вот. И сказали пройти обучение. Пользование дымоходами. Вот этой системой. Вот за это. Игорь где-то 20 рублей тоже заплатил. За обучение. И сейчас пошел вот здесь. Где-то учат. Маше сегодня надо сделать снимок челюсти. Ей, ну, может брекеты будут ставить. Не знаю. Равнять зубки. Поэтому поехали в город. Заодно к память заедем. В больницу передачку передам. Вот. И сейчас в магазинчик идем. И заодно погуляем. Пока там Игорь будет у нас учиться. Ученик наш. Ну, мы пришли еще мелочей. Потом подойдем там к фонтанчикам погуляем. Здесь набережная. Так. Ну, вот кастрюли. Сколько? Тридцать литров 220 рублей. Так. Здесь 15 литров. Вот на 15 было бы неплохо. Вот очень-то. Кадровая кастрюля уходит. 133. Тут поменьше. Цены, конечно. Высокие. Большой какой-то казан чугунный. Жаль, чугунный казан. Такой же цене, как и кастрюля. Разные сковородки. Ну, а это алюминиевая. 60 рублей. Сколько тут литров? 20 литров. И здесь 20 литров 61. Ну, и тут такая же кастрюля, как у меня. Дно продырявилось. Быстро полетело. 12 литров 42 рубля. Вот разные. Здесь это что? Чугун, наверное. А не, алюминий. Вот мне кричат, алюминиевую посуду уже не выпускают. Все выпускают. О, 57, 43 рубля. О, это, наверное, орешница, не платилинца. О, орешница. Сколько она дорогая? Ну, вообще. Орешница 58, 49 рубля. Ценно сумасшедшая. Гранитная 51 рубля. Антипригарная 45 рублей. Сковородки. А чего только нету? Только деньги платили. Так, тазики. Еще 13. Это моя миска, только салатовой нет. Прямоугольные вот эти удобно в холодильник ставить. Это как раз по высоте холодильника удобно. У меня вот такая, две хорошие. Пришли арочки. Вот Игорь Месси никак не сварит. Арка большая. Шестьдесят семь, шестьдесят семь. Разных размеров. Так, цена 25 рублей. Тридцать два рубля. Ну, это такие одинарные. Тридцать. Ворона девять рублей. Так. Тридцать один рубль. Такая арочка. Ну, выбор есть. И садовый инвентарь тоже. Чего только нету. Кому на даче умывальники. Сто шестьдесят девять. А я еще видела. С середины. А, да, вот. Он и есть. Сто шестьдесят девять рублей. С этим. Нагревается. Кипятильник в середине. Мойка пластиковая. А, не то, что пластиковые мойки были. Это забирайки просто. Пластиковая. Здесь нержавейка. Нет, это ж нержавейка. Ценковка. Купили коврик вот этот с дельфинами. Метро. Семь семьдесят три. Гуляем. Ракушка, смотрите, какая. Я говорю, Маша, встань, тебя сфотографирую. Смотри сюда, улыбайся. Все, сфотографировала. Красивая. Молодцы. Придумывают. У нас и эти. Ой, каштаны есть. Ой, смотри, какой там домик для птички. Внизу висит. Кормушечка. Красивый каштан. У нас вообще красиво. Привет, у нас красивый город. А сейчас пройдем. Мы когда были в этом, в парке, в Бресте, мне сказали, потому мало людей, что все на набережной. Ну вот, мы пришли на набережную. Сказали, что здесь зону отдыха сделали. Ну, смотри, он там, это, вон там, вон, горки какие-то. Каруселик, походу, тоже. Мы сейчас посидим на всех ракушках. Даша у нас дома осталась, а мы отдыхаем. Сейчас вас заснимаем, что здесь интересного. И для вас, думаю, тоже будет интересно. Ну, подошли до набережной. Там катамараны. Вот там зона, кстати, детская. Так, а здесь наш теплоход Гродно. Не знаю, катает или нет. Да будут подойти сейчас. Вот теплоход, смотрите, какой большой. Пахнет почти как на море запах. Так, ежедневно с 10 до 24 прогулка на катере. Это на катере. Эх, прокачу. Так, а здесь, надо посмотреть, сколько стоит. Так, стоимость сфокусируется, не знаю, не видно. Недорого. 6, 4, 2,20. Тут по времени смотрю. Так, а тут время изменено. Лебеди какие. Лебеди, уточки. Это розы никто не поливает. Засыхали розы. А рядом вода. В прошлый раз показывала, называется Брестское море. И забанили мне видео. Здесь детки бегали по этому фонтану. То в купальниках, то в трусиках. И мне Ютуб написал. Вас дети голые. И забанили мне. Так жалко. Ну, я сохранила. Доброе, что предупредили. Красивый фонтанчик. Зашли в KFC. Покушаем. Взяли с собой. Папа нам в Вайбере написал, что он сегодня на занятиях до 5 часов. Сейчас только 3-2 часа. Нам еще ходить по городу. Так что перекусим. Ну что, мы вышли сегодня до 5 часов в KFC. Сокращенный день. Купили еще папе с собой. Маша за свои деньги. Говорит, я еще домой себе возьму чизбургера. Ну, еще у нас 1 час. Прогуляемся. Сидим, ждем Игоря. Осталось полчаса. Уже скоро 6 часов. И уже машина начинает будеть. Сигналят по всему Бресту. Мы с Машей сидим, ждем. Немного, если честно, страшно. Страшно, что это будет. Вроде как слухи ходят, что должны опять отключить интернет. Из 6 часов не будет. Не будет интернета. Из 6 часов и МТС отключат. Ну, подошла к девочкам. Стоят с цветочками. Мы в центре Бреста. Так, друзья, мы уже дома. Не переживайте. Игорь вовремя успел. Машины проверили. И мы поехали дальше. Сделали снимок. Заехали к маме в город. Конечно же, я испугалась. Никогда я такого не видела. Мы, как вам сказать, не специально. Мы оказались в центре событий. Мы ждали Игоря. И тут я садил один автобус остановился. И с него вышли. И со второго автобуса вышли с другой стороны. И мы прямо по центру. Конечно, было страшно. Поэтому, извините за такую реакцию. Не ругайтесь между собой. Я хочу мира. И ни за кого не агитирую. Мира и добра. Все. Понимаете? Вот чего я хочу. Чтоб был мир. И всем этого желаю. Хорошей жизни и мира. Хорошей жизни и мира.